Всем привет! Вчера президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к народу и как бы сделал такой, так скажем, опрос, задал вопрос, как они, как люди считают, нужен ли нам пирс в виде комуза и, значит, предложил эскиз там построить ресторан на этой пристани, да. Я вот так же, как и люди, хочу выразить свое мнение по этому поводу. Во-первых, я хотел бы сказать о законности, да, всего, прежде всего, потому что вы знаете, что в радиусе 100 метров от акватории озера, то есть на земле даже, нельзя строить ничего капитального, да. Поэтому, как его строить уже непосредственно уже на воде, такое большое здание, я думаю, что это не совсем правильно. В любом ресторане, таком тем более большом, он по проекту там двух-трехэтажный, да, обязательно должны быть туалеты, да, это проводить надо будет канализацию прям над озером, да, это все чревато большими рисками. Поэтому я думаю, что это не совсем, как бы, будет правильным. И знаете, за 30 лет, я вот общаюсь со многими бизнесменами, общаюсь со многими предпринимателями, за 30 лет очень многие хотели сделать так и могут сделать так. Если мы сейчас построим ресторан на пирсе, да, то завтра все захотят так сделать, все пансионаты, каждый захочет построить свой ресторан на своей пристани, да. И это будет прецедент, и они будут недоумевать, почему государство может строить ресторан на пирсе, а другие не могут строить, да, понимаете, да, это же, это будет несправедливо. Поэтому я думаю, что закон должен быть один для всех. Мы не должны не то, чтобы на озере, да, но даже на береговой линии в рамках вот этих 100 метров, ну не строить ничего. Пусть озеро тоже чуть-чуть отдыхает, оно тоже имеет право, так сказать, вот на экологическую безопасность. И мы понимаем, да, есть Мальдивы, есть другие примеры, да, где вот строят на море, но и Мальдивы, и другие регионы, да, они же в океане стоят, вы понимаете, да. Они, любой мусор, что-то туда падает или что-то, оно сразу там все размывается. Уровень солености совсем другой, высокий. А во-вторых, это все-таки глобальный океан, а озеро Иссыкуль, это очень закрытый водоем, очень маленький водоем. И очень много экологических проблем есть вокруг него. Поэтому я призываю все-таки не зацикливаться на форме, оно в виде комуза или в виде чего там, это, это не важно, да, я, на мой взгляд. Важно, что там не должно быть комплекса какого-то большого, не должно быть. И вот сегодня, когда мы заходим в Рухордо, например, да, идем в Рухордо, все же чему поражаются, что вот там культурные наши комплексы, здания, красивая трава, там все так хорошо. И когда выходят на вот этот вид, они видят наш Иссыкуль все, и все ахают, охают, и вот все удивлены этой красотой, этой потрясающей атмосферой. И что сейчас будут люди видеть? Они будут выходить к озеру Иссыкуль и видеть ресторан, что ли, да? Ресторан будут видеть, да, и вот этот стеклянный, да, но построить надо ресторан, может быть, уже на территории, уже где-то там, после стамида. Они там поедят, потом спокойно выйдут, спокойно пройдутся к пристани, пройдутся. Я думаю, это будет там прекрасно, это будет хороший такой вариант. Вот это мое предложение и мое мнение на этот счет. А там форма, какой форме будет пристань и так далее, это уже другой вопрос. Еще важный вопрос, который я хотел бы сказать в данном контексте, в данном интервью, обратиться к нашему президенту тоже, что это очень важный вопрос, то, что президент делает опрос, спрашивает мнение людей, это прекрасно. Но этот вопрос, вот там пристань, там где-то кафе строится, это, конечно, не такой глобальный вопрос. Хотелось бы, чтобы такие опросы были и по другим важным вопросам, например, когда изменяли государственный флаг. Потому что весь народ имеет мнение по этому вопросу, да, а опроса, к сожалению, не проводилось у населения по этому вопросу. А хотя хотелось бы, чтобы по таким вопросам, как изменение флага, тоже были опросы. И насчет, вот я начал про канализацию, я хочу все-таки эту тему завершить, да. Вот все иссыкульцы, особенно те, кто живут в Исыкульском районе, те, кто живут в Челпанате, очень хорошо знают состояние канализации города Челпанаты. За последние 30 лет, к сожалению, слишком много очень нового строительства произошло в этом регионе. Всех их подключают к центральной канализации Челпанаты. Сама инфраструктура, она уже изношена полностью. Там уже все вот на грани-грани, знаете, да, и завтра она может просто прорвать там это все, да. И всю Челпанату, все эти села и весь иссыкуль может завтра оказаться, ну, прошу прощения за некультурный, но оно может просто оказаться полностью все в фекалиях, полностью все озеро. И у нас туристический сезон там на 2-3 года как минимум закроется, да. Это очень большая проблема, поэтому я предлагаю сместить фокус зрения с пирса и с ресторанов на все-таки больше на канализационную систему Челпанаты из Сыкульского района, потому что это очень важно, это стратегически действительно важно. Что касается ресторанов, их могут строить бизнесмены, их могут строить, их очень много. Я думаю, что государству не надо строить рестораны, мы же не в Советском Союзе живем, там в социалистических каких-то государствах, да, где ресторан даже надо строить государству. Там бизнесмены, которые хотят построить там таких миллион, да, но разрешать такого нельзя. На Иссыкуле, Иссыкуль должен быть свободен от таких, такого рода построек на самом озере. Ну, это мое, конечно, мнение, пишите свое мнение, мне будет очень интересно узнать и ваше мнение тоже. Президенту спасибо за такие опросы, за то, что он интересуется мнением людей. Я думаю, что это важная такая, я надеюсь, что это превратится также в традицию. Вот. Всем спасибо, до встречи.